МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К зубному в инновационную клинику. В Чебоксарах сегодня открылась новая стоматологическая больница. Кувшинка расцветает. В новом микрорайоне готовятся к сдаче первого многоквартирного дома. Заслуженная победа. Детский сад «Жемчужинки» вошел в рейтинг 100 лучших по стране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Чувашии проходит единый информационный день. Его тема – послание президента России Владимира Путина. Кроме того, дополнительно обсудили меры по недопущению распространения некачественной алкогольной и спиртосодержащей продукции. К другим темам. Качественная медицинская помощь в шаговой доступности – основной приоритет государственной политики. Об этом не раз говорил президент страны Владимир Путин. Сеть медицинских учреждений расширяется на территории нашей республики. Сегодня в поселке Ольгешево открылась новая стоматологическая поликлиника номер 7. Раз, два, три! Ух! Не подозреваемые горы! Шесть, астрология! Лечение и реставрация зубов с использованием современных методов анестезии, все виды зубопротезирования, детальная имплантация, компьютерная рентгенодиагностика. В поликлинике огромный комплекс услуг. Лечебные кабинеты оборудованы современной стоматологической техникой. Для самых юных пациентов предусмотрен игровой уголок. Стоматология Чувашской республики, она на сегодняшний день вообще является, можно сказать, такой лучшей. Почему я так говорю? Потому что москвичи приезжают к нам зубы лечить по разным направлениям. Почему? Качество и цена. Задача наша общая такая, вместо с общественностью, вместе с вами, уважаемые горожане, чтобы мы научились ходить к стоматологу один раз в полгода. Или, по-другому говоря, два раза в год. Тогда у нас зубы будут всегда белые, крепкие, надежные. Все виды медицинской помощи здесь доступны и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. По федеральной программе «Доступная среда» в стоматологии установлены пандусы и туалеты для инвалидов. Мы видим, насколько хорошо и красиво здесь все сделано. И это только первый шаг. Вторым шагом будет открытие детской поликлиники. И хотелось бы, чтобы она была тоже, и я думаю, что она будет вот тоже такая же красивая, современная. И следующий этап – это открытие взрослой поликлиники. По плану детская поликлиника распахнет свои двери в День защиты детей 1 июня следующего года. Взрослая же откроется в августе-сентябре. Кстати, в столичных микрорайонах Садовый и Новый город тоже планируют открыть подобные поликлиники. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с членом правления банка ВТБ Чаба Зинтаи. В Республике для работы банковских организаций создают благоприятную среду. У заемщики от этого остаются выигрыши, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. В условиях конкуренции банки вынуждены регулировать процентные ставки. Кредитный портфель ВТБ в Республике сегодня превышает 7,5 миллиардов рублей. Здесь намерены кредитовать крупные проекты. Касаясь кредитования конкретных проектов, на сегодняшний день есть у нас реестр. Они обозначены в стратегии развития Чувашской республики. Понимаете, есть определенные проблемы у наших предпринимателей. Где-то у кого-то кредиты есть, где-то рынок провалился, упал покупательский спрос. Тем самым появились дополнительные трудности. Но независимо от этого кредитование проектов будет усуществляться. Как мы открывали новые производства, так и будем открывать. Как мы создавали высокотехнологичные рабочие места, будем эти рабочие места создавать. Член правления банка ВТБ отметил эффективную работу республиканских властей по исполнению местного бюджета. Если ты смотришь на идеальные показатели, то видно, что бюджет и доходная часть бюджета очень здорово структурированы. То есть тут нет тот уровень, по сути, субсидирования, который обычно характеризует другие бюджеты. И мне кажется, это может немножко там субъективное, лишнее мнение, что израсходование бюджетных денег тут происходит намного тщательнее, нежели в некоторых других регионах. Среди приоритетных нацпроектов здоровье. Кроме повышения заработной платы врачам и медсестрам в эту программу входит также обязательная бесплатная вакцинация, увеличение объемов высокотехнологичной медпомощи, обследование новорожденных и стимулирование рождаемости в стране. Эти вопросы, а также выполнение нацпроекта образования, обсудили на заседании Совета. В Чувашии четвертый год рождаемость превышает смертность, но в то же время сокращается население трудоспособного возраста. По словам министра труда и социальной защиты Сергея Дмитриева, за последние пять лет экономически активных граждан стало меньше на 40 тысяч. В прогнозный период до 2020 года ожидается ежеводное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в связи со спадом рождаемости поколений 90-х годов. Кроме того, на динамику численности экономически активного населения также сегодня влияет выбытие многочисленных поколений, которые родились в послевоенные годы. Чтобы стимулировать рождаемость и повысить продолжительность жизни, в республике проводится планомерная работа, как в плане здоровья и сбережений, так и по социальной защите. Выплачиваются пособия, жилищные субсидии, проводится перинатальная диагностика беременных, профилактика абортов. Все дети дошкольного и школьного возраста проходят ежегодную диспансеризацию. На заседании Совета Алла Самойлова озвучила цифры, которые говорят об эффективности мер господдержки. На сегодняшний день идем с плюсом 56 детей. Если на сегодняшний день по смерти, в абсолютном выражении умерло 14 731, родилось 15 895. То есть в абсолютном выражении от родов и от смерти где-то 1100. Плюсом? Да, на сегодняшний день. Вот это надо говорить, это хорошее показатель. Это хорошее показатель. Обсудили на заседании роль классного руководителя в образовательном процессе. В следующем году количество школьников станет больше на 5000. Одна из тенденций современного образования – уделить особое внимание воспитанию ребенка, как в старые добрые времена. Роль воспитания, роль классного руководителя становится сегодня очень важной функцией школы. И на слайде вы видите, сегодня почти 60% педагогов выполняют функции классного руководителя. Это достаточно ответственная работа. Соответственно, она требует как материального, так и морального стимулирования. И за последние годы в рамках реализации приоритетных проектов нам удалось поднять материальное стимулирование классных руководителей ежегодно. Из республиканского бюджета выделяется более 90 миллионов рублей. Своевременная реакция классного руководителя на возможные назревающие конфликты как между учениками в классе, между учениками и учителями, между учителями и родителями. И вот в этих предупреждении, своевременной реакции на эти возможные конфликтные ситуации, классный руководитель должен быть человеком, разрешающим своевременно эти ненужные ситуации, которые впоследствии при несвоевременном разрешении могут привести к более серьезным последствиям. Вот на это очень хочется обратить внимание. Обращение к уполномоченному показывает, что, к сожалению, даже в школах, которые у нас входят, число топ лучших даже по России, и там есть проблемы в этих вопросах. Михаил Игнатьев подчеркнул, что школа играет большую роль в духовно-нравственном развитии, но при этом нельзя снимать ответственность за воспитание детей и с родителей. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Олег Якимов, Республика. В новом микрорайоне Кувшинка в Чебоксарах завершилось строительство первого дома. У него уже есть адрес, и сегодня туда пригласили будущих жильцов и журналистов, чтобы показать, какие квартиры сдает застройщик. В проекте микрорайона, растущего на территории бывшего Шанхая, 26 домов с детскими садами, школой и другими объектами инфраструктуры. Сегодня строительная компания «Лидер» ведет строительство семи позиций. В этом году будет сдан в эксплуатацию первый дом, позиция 12. А в начале 2016-го еще один. Адрес 12-й позиции – улица Ленинского, Комсомола, 27. В доме 136 квартир. Все они в черновой отделке. Строительство началось в 2014 году. И сегодня, к концу 2015-го года, мы уже видим, что фактически 4 позиции построены, ведется активное строительство еще трех позиций. То есть застройщик, несмотря на кризис, продолжает работу. И мы считаем, что он в состоянии исполнить все обязательства перед жителями. Напомним, еще весной и летом ситуация за стройкой была напряженная. Жильцы устраивали протесты. У кого-то площадь предоставляемого жилья оказывалась меньше старой, у кого-то больше. Им нужно было доплачивать. Были и те, кто вообще не желал менять свой дом на квартиру. В июле месяце мы подписали ДОП-соглашение с компанией «Лидер», где учли все пожелания, все интересы жителей данного микрорайона. Было подписано ДОП-соглашение к основному договору. И сейчас мы фактически контролируем и отслеживаем ход исполнения данного контракта. Сегодня строительная компания заключила уже 124 договора с жильцами микрорайона. Остальные по условиям дополнительного договора «Лидер» должен заключить до конца марта 2016 года. Екатерина Степанова, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев, Республика. Ветерану из Чувашии вручили медаль в честь 25-летия МЧС. Михаил Попов стал первым обладателем юбилейной награды в Республике. Про таких, как он говорят, «прошел огонь и воду» с героической биографией заслуженного пожарного познакомились мои коллеги. Михаила Попова его коллеги называют капитаном огнеборцев Республики. Больше половины своей жизни он отдал службе в пожарной охране, и уйдя на пенсию в звании старшего сержанта. На его кителе не осталось свободного места от орденов и медалей. Очередную награду вручил начальник главного управления МЧС. Даже у генерала нету. Ни у кого нету. Вообще нет ни у кого. Первый человек в Республике. В Чувашии это первая медаль. За каждый из этих наград подвиг. Он был призван на фронт в 42-м году. В составе стрелкового полка Михаил Ефремович освобождал города Житомир, Коростень, Маловодец и Минск. В 44-м его перевели в танковую бригаду. Не раз вспоминает ветеран. Экипаж боевой машины стоял на волосок от гибели. На разный дорогу выручили на дорогу. А от них немцы приходят. Мы стали и их стали. Ну, унесло же их машину и разбили. Сколько немцев нельзя, не считал. Мне там считать-то некуда. Все, стрелять надо. Во время одного из боев их танк был подбит. Выбраться из горящей машины удалось только Михаилу Попову. Он вернулся домой в 48-м и сразу устроился на службу в пожарную охрану Чебоксара. На его счету ликвидация многих крупных ЧП. Конечно же он нам нужен как живой пример, как человек уважаемый, как человек победителю в войне, для того, чтобы на этом примере воспитать нашу молодежь, который приходит сегодня работать в пожарную охрану. В службе в МЧС он остался верен и выйдя на заслуженный отдых. О своей работе в пожарной охране ветеран часто рассказывает детям. Отсюда, села, привозил на экскурсию, у нас пожаротехническая выставка есть, школьников находил автобус, договаривался, сам платил, привозил школьников туда смотреть, потому что болел. Болел за это работать. Вообще Михаил Ефремович признается, что мечтает дожить до 100 лет. Осталось немного. Недавно ему исполнилось 93. Свой юбилей ветеран уже пообещал отметить вместе с коллегами по службе. Дмитрий Ковалев и Анастасия Ковалева. Республика. 27 декабря в России День спасателей. Отмечать праздник сотрудники МЧС уже начали. Но не концертами и торжествами, а акцией День донора. Они сдавали кровь. Все как полагается. Сначала медосмотр, затем экспресс-тест на группу крови и уровень гемоглобина. В итоге донорами стали 50 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Каждый из них отдал по 450 миллилитров крови. Подобную акцию МЧС проводит с 2011 года. А за это время сотрудники Министерства сдали для нуждающихся более 180 литров крови. Школы Республики ежегодно входят в рейтинги лучших школ страны. Теперь и младшие братья дошкольные образовательные учреждения Чуваши могут похвалиться достойными позициями в рейтинге 100 лучших детских садов России. Звание лауреата получил детский сад номер 134 города Чебоксары. Творожная запеканка, тихий час, прогулка. Оказалось бы, что за десятки лет в детских садах ничего не изменилось. Но это лишь на первый взгляд. Современные учреждения к воспитанию и образованию детей подходят к комплексу, используя новейшие методики. В детском саду Жемчужинка в режиме игры мальчики и девочки учатся читать, писать и читать. А главное – говорить и общаться со взрослыми и сверстниками. Воспитатели понимают, как важно подготовить ребят к взрослой жизни. Получить общественное признание на таком престижном уровне – это большая честь. Это высокая оценка скромного, но непростого труда воспитателя. Это яркое доказательство того, что в ДОУ работают талантливые педагоги, любящие свою профессию и своих воспитанников. Каждый день в этом садике проходят необычные сюжетно-ролевые игры, игры-эксперименты, совместные проекты с родителями, интерактивные занятия. Скучать здесь некогда. Мы там капусту красим, опыты делаем, книжки читаем, танцуем, поем. В скутном зале мы бегаем, прыгаем. Мы рады пригласить, чем в сады посетить. Но у нас не бывал синий волк и не вина. Место в рейтинге для сотрудников детского сада – не повод останавливаться на достигнутом. Впереди много конкурсов и проектов республиканского и всероссийского уровня, в которых нужно доказать, что место в сотне лучших у «Жемчужинки» заслуженное. Екатерина Куприна, Татьяна Раевская, Андрей Шоков, Республика. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов назвал Чувашию в числе 10 самых благополучных для детей регионов России. Кроме нашей республики, в рейтинг вошли Хантамансийский, автономный округ Калужской, Тюменской области, Татарстан, Чечня, Башкирия. Как отметил Павел Астахов, его аппарат разработал собственную методику, которая позволяет собирать и анализировать количественные и качественные показатели детского неблагополучия, в том числе и отсутствующие в официальной статистике. Согласно этой методике, в Чувашии созданы благоприятные условия для развития и воспитания детей, защита их прав и интересов. В регионе реализуется комплекс мер по развитию семейного устройства детей-сирот, профилактики социального сиротства, стимулированию рождаемости, поддержке многодетных семей. Благодаря всему этому в Чувашии сокращается количество детей, оставшихся без попечения родителей. До Нового года осталось две недели 5790 рублей. Во столько в среднем обойдется новогодний стол россиянам, сообщает Русская служба новостей. По предварительным подсчетам, стоимость праздничного застолья вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом. Традиционно праздничная потребительская корзина состоит из 23 продуктов. Это овощные соленья, красный красор, копченая колбаса, мясные и рыбные копчености, сыр, свежие овощи, сок, сладкая газировка. Горячие россияне предпочитают курицу и говядину. На десерт – торт из шоколадной конфеты. Из алкоголя – коньяк и шампанское. Кроме того, на каждом столе бывает в среднем по полтора килограмма мандаринов. По данным Росстата, самый дорогой праздничный продукт – кралососевых. В конце ноября цена за килограмм составляла 3000 рублей. Соленые копченые деликатесы из рыбы стоили 1300 рублей за килограмм, отечественный коньяк – 1260 рублей за литр. Между тем, по данным опроса одного из маркетинговых агентств, 63% россиян собираются сэкономить и сократить свои расходы на новогодний стол. В целом, на праздники, с учетом подарков и нарядов, граждане планируют потратить от 15 до 17 тысяч рублей. В канун Нового года, не стоит терять бдительность, в Чебоксарах продолжают расследовать уголовное дело по факту отравления суррогатным алкоголем, который содержал ядовитый метанол. Напомним, в ноябре в больнице города после его употребления умерли три человека. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых. В ходе следствия проведено более десятка обысков на территории городов Чебоксара и АллатРа по месту жительства подозреваемых, а также в гаражах, которые ими были арендованы. В ходе следственных действий изъято более двух тысяч коробок с контрафактным алкоголем, в том числе водкой, ромом, виски, коньяком, на которых обнаружены поддельные акцизные марки. В каждой из изъятых коробок находилось до 20 бутылок спиртного объемом от 0,5 до 1 литра. В настоящее время для определения качества, а также наличия либо отсутствия в них ядовитых веществ, назначена судебно-химическая экспертиза, которая в настоящее время проводится экспертными учреждениями. Принимаются необходимые меры по установлению всех точек сбыта контрафактной алкогольной продукции, происхождение суррогата, а также всех лиц, причастных к совершенному преступлению. Необходимо также отметить, что в настоящее время проявляется информация о том, что этот алкоголь вводился на территорию Чувашской республики из московского региона в опломбированных фургонах, при этом оформлен он был как соки и воды. В жизни любой успешной компании настаёт момент, когда она начинает беспокоиться не только о своей прибыли, но и развитии отрасли в целом. И тогда появляются масштабные проекты, которые объединяют людей. В Чувашии одна из таких компаний – Инфолинк. Уже второй год подряд она проводит межрегиональный форум об IT-технологиях в бизнесе. Репортаж об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Если театр начинается с вешалки, то форум IT-линк начался с выставки. Ты ещё не успел попасть на мастер-классы, а уже окунулся в атмосферу цифровых технологий. Участники смогли прикоснуться к самым современным достижениям IT-индустрии. Мобильные приложения, системы защиты данных, смарт-ТВ, телефон, который работает через Wi-Fi. На мой взгляд, рынок IT сейчас бурно развивается. Например, приложение WhatsApp – это просто мессенджер, просто отправляем какие-то сообщения. Было продано за 22 миллиарда долларов. В сравнении с заводом Porsche – 4 миллиарда долларов. То есть это сравним с IT, облачным продуктом, его не нужно хранить, производить, сотрудников каких-то масштабно нанимать. И завод со всеми филиалами по всему миру. Я думаю, что разница очевидна. И сейчас 21 век – это век IT-технологий. Все, я думаю, главные деньги, заработки в этой сфере. На форуме работали три площадки. Деловую облюбовали руководители различных подразделений. Её основная тема – повышение производительности бизнеса. Спикеры делились с участниками опытом увеличения прибыли, автоматизации процессов, продвижения услуг и продуктов. Следующая площадка стала местом сбора технических специалистов. Здесь с докладами выступили известные российские международные компании – Юнифи, Зиксель, Колон, Тренд Микро и другие. А за этой дверью расположилась новая площадка – IT и власть, которая приковала интересы директоров предприятий. Сегодня я выступил по теме IT и свободной конкуренции. То есть, каким образом сегодня в России пропагандируются принципы свободной конкуренции про антибнопольное регулирование IT, сферы в целом антибнопольной политики в стране, которая реализуется уже 25 лет в России, и какие в сфере IT сталкиваются при этом с вопросами антибнопольной политики. Это обсуждение было очень интересное, и времени явно не хватило. И явно чувствуется, что это обсуждение нужно продолжать в рамках уже других площадок, в том числе вновь организованных. И также мы видим, что в отличие от многих других отраслей, в IT-отрасли в Чувашии нет организованной площадки для постоянного обсуждения вот этой тематики. И мы видим, что есть такая потребность, что есть запрос как бы и у общества, и у власти, и у IT-рынка для того, чтобы эта площадка была и постоянно функционирована. Главная идея форума – собрать в одном месте всех заинтересованных, обменяться мнениями. Возможно, многие из присутствующих конкуренты, но даже они видят выгоду в партнерстве. Не зря говорят – вместе можно добиться большего. Редактор субтитров А.Семкин